Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня важнейшее видео про цинк. У меня уже выходило видео о цинке, и ссылку я оставлю. Но сегодня видео короткое и очень информативное. Будет информация, которой не было нигде. Итак, цинк – это важнейший микроэлемент в организме человека. Он жизненно необходим и детям, и старикам, и женщинам, и мужчинам. Наиболее высокая его концентрация содержится в мышцах 60%. Как вы думаете, для тонуса мышц, для минимизации потери с возраста мышечной массы необходим цинк в этой связи, безусловно? А в костях его до 30%. Более того, в человеческом теле цинк является самым распространенным металлом после железа. В норме в теле взрослого человека содержится примерно 2-3 грамма этого вещества. Этот микроэлемент активирует более 200 ферментов, используемых организмом для переваривания и качественного всасывания пищи. Поэтому при дефиците цинка пища не будет полностью расщепляться и тем более всасываться из кишечника в кровь. При дефиците цинка будет дефицит других питательных веществ, будут дисбактериозные состояния, состояние СИБР, то есть синдром избыточно-бактериального роста, и другие проблемы с кишечником. Роль цинка невозможно переоценить. Он укрепляет иммунную систему, обладает сильнейшими антиокислительными, то есть антиоксидантными свойствами участвует практически во всех метаболических процессах в организме. Именно поэтому при К19 опытные, знающие, толковые врачи советовали в обязательном порядке принимать двойную-тройную дозу от рекомендованных на упаковке, условно так можно сказать, количество цинка. Цинк снижает развитие воспалительных процессов, подавляет. Он защищает от воспалительных процессов наш организм. Поскольку в современном питании дефицит цинка обеспечен, его просто необходимо принимать дополнительно при сахарном диабете, при онкологических заболеваниях, при пороках сердца и вообще заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также, безусловно, в первую очередь, пищеварительной системы. При регулярном и достаточном потреблении цинка болезни, простудные особенно, воспалительного характера, никогда либо не начинаются, либо проходят в разы быстрее. Мало кто знает, что данный микроэлемент минимизирует уровень кортизола, то есть гормона стресса, который просто убивает, разрушает иммунную систему, увеличивает сахар в крови и разрушает мышечные волокна. Вообще для мышц жизненно важны цинк и витамин С. Вот это сочетание, запомните об этом. Теперь немного информации по категориям людей. Ну вот для мужчин. Для нормального функционирования половых органов, выработки сперматозоидов, он просто необходим, и это номер один. С возрастом, после 35-40, тем более лет, да в наши дни и после 30, особенно важно следить за уровнем цинка. Иногда, сдавая анализы, надо сдавать и на цинк. А в противном случае дефицит этого минерала приведет к снижению уровня тестостерона, что вызовет соответствующую дисфункцию. И напротив, при увеличении потребления цинка простаты будет защищена от воспалительных процессов. Понимаете? Это профилактика простатита, аденома и рака простаты. Что касается женщин. Дефицит цинка у женщин приводит к задержке полового созревания, говоря о девочках. То есть детям, девочкам, цинк необходим для того, чтобы не было задержки полового развития. У взрослых женщин, чтобы гормональный фон был стабилен, менструальный цикл был стабилен. Не было болей, излишнего количества выделений и так далее. Цинк здесь играет ключевую роль. Более того, цинк принимает активное участие в выработке женских половых гормонов и эстрогенов. А нехватка цинка во время беременности может привести к осложнениям вплоть до развития патологии у плода и преждевременным родам. Именно преждевременные роды часто бывают по причинам дефицита цинка. Напоминаю, из современных, нынешних и тех, которые люди потребляют продуктов питания, дефицит цинка заработать элементарно просто. Теперь особое внимание, как наш организм сигнализирует дефицит цинка в организме. Проблемами с кожей, снижается синтез коллагена, возникают прыщи. И не только прыщи, но и угри, чешуйчатые воспаления, экзема и другие проблемы. Возникает быстрая утомляемость, возникают нарушения работы нервной системы, раздражительность, высокая нервная возбудимость, дистрофия, снижение концентрации внимания, нарушение вкуса и обоняния, расстройство пищеварения. Особенно яркая проблема – это характерный серый оттенок кожных покровов. Выпадение волос – это проблема, ну, можно сказать, номер один. Если выпадают волосы чрезмерно, это всегда в любом случае дефицит цинка, и, конечно, могут быть другие проблемы. Но дефицит цинка ускоряет этот процесс многократно. Ну, а теперь предельное внимание, особый пункт – дефицит цинка сказывается и проявляется в очень медленном заживлении ран. А теперь сопоставьте несколько факторов. Если, скажем, у вас раны медленно заживают, выпадают волосы, есть излишняя раздражительность, то гарантированно дефицит цинка зашел в острую, скажем так, хроническую фазу. Есть еще характерный признак – это ухудшение ночного зрения и постоянная усталость глаз. Теперь о потребности цинка, о том, в каких продуктах он есть, и какую форму цинка лучше всего применять, и сколько, да, соответственно, дополнительно. Так вот, цинк, конечно, есть в определенных продуктах, как животного, так и растительного происхождения. Из животных продуктов чемпионы по содержанию в них цинка – это устрицы, это некоторые морские ракообразные крабы-лобстеры, ну и определенное количество содержится в мясе. Из растительных продуктов – это бобы, семена тыквы, семена кунжута, бобовые, они, в общем-то, рекордсмены, кенуа, овсяные хлопья и злаки. Но поскольку в основном люди эти продукты едят в вареном виде, в жареном виде, в тушеном виде, то цинк, как и многие другие минералы, переходит в иное агрегатное состояние, это уже не хилатная форма, это не связь с органическими другими веществами, в непобрежденном температурой виде, и потому, даже несмотря на то, что в этих продуктах содержится изначально большое количество цинка, то усвоиться цинк этот и вовлечься в биологический оборот в клетки, в тканях нашего организма, практически не может. Ну, скажем так, если бы люди, допустим, ели, как некоторые это делают, постоянно или там периодически, тех же устриц в сыром виде, конечно, гарантированно, 100% они бы получали большое необходимое количество цинка. Но в основном люди едят вареную и жареную пищу, понимаете, да? А варка и жарка многие вещества разрушают, скажем, витамин С разрушается уже при плюс 70-80 градусов, ну, и так далее. И, конечно, употребление в пищу богатых цинком продуктов не является гарантией, что организм полностью усвоит этот важный, необходимый, ценный минерал, микроэлемент. Суточная потребность взрослого мужчины от 19 лет и старше составляет 11 миллиграммов цинка в день. У женщин 8-9 миллиграмм. У беременных кормящих женщин доза цинка должна быть выше на 3-4 миллиграмма в день. При серьезных болезнях, эпидемиях, количество цинка можно и должно увеличить в 2-3 раза. Сейчас о том, какую форму цинка лучше всего принимать, а в завершение я скажу, какие положительные свойства цинка на организм можно выделить для закрепления, скажем так, информации. Подведем итоги, проще говоря. Самая лучшая, активная и на 100% усваиваемая форма цинка это липосомальный цинк. Что такое липосомальная форма донесения до клетки того или иного вещества? Я рассказывал в своем видео про вещество пигмент антиоксидант астаксантин. Вы его обязательно потом посмотрите. Ну вот послушайте, что такое липосомальная форма. Вы, конечно, слышали из моих лекций в том числе, что такое хилатная форма, скажем, того или иного минерала, да? Но, оказывается, есть форма более биодоступная. И вот в чем тут суть. Каждая живая клетка окружена защитной мембраной, которая обеспечивает необходимый, ну скажем так, микроклимат и играет активную роль в поддержании ее жизнедеятельности. Эта защитная мембрана еще контролирует потоки веществ в клетку и из нее межклеточное пространство. Клеточная мембрана – это сложная, высокоорганизованная двухмерная система, состоящая главным образом из липидов и белков. А структурную основу мембраны составляет двойной слой липидов, в котором погружены белки. Липосома – это некая полая сферическая наночастица, внутри которой заложены активные вещества. В данном случае цинк. Но, сразу скажу, есть еще в этой линейке уникальных препаратов и другие вещества, легко и в полной мере доносимые и на 100% усваиваемые клеткой, например, цинк с витамином С, коэнзим-Ку-10, уникальный антиоксидант астексантин, витамин Д3 и витамин К2. Линейка обязательно будет расширяться. Посмотрите этот раздел, ссылку на него я оставлю вам под этим видео. Липосомы работают как нанокапсулы, которые защищают витамины от разрушения на всех этапах пищеварения. Главным образом в желудке, а далее в кишечнике. И вот они доставляют это любое активное вещество прямо в клетку для моментального всасывания там. А оболочка липосомы полностью идентична мембране клеток человека. И состоит она из фосфолипидов, а это 100% натуральные компоненты, благодаря чему исключается токсическая нагрузка и на печень, и на почки. Более того, дорогие друзья, положительный процесс еще один есть здесь. Фосфолипиды из липосом встраиваются в поврежденную свободными радикалами структуру клетки, восстанавливая ее защитные функции. То есть и сами эти нанооболочки очень полезны. Фосфолипиды. Приобрести липосомальный цинк, причем с витамином С, тоже в липосомальной форме, вы можете пройдя по ссылке под этим видео. В самом верху первой ссылкой будет словосочетание липосомальная форма цинка и ссылка. Переходите по этой ссылке, и вы сможете приобрести и получить в любом городе России, в любой стране мира, именно этот уникальный, на 100% усваиваемый цинк. Давайте подведем итоги, какие из положительных свойств цинка можно выделить как, ну, самые значимые, хотя их очень много, гораздо больше, но тем не менее. Во-первых, это активная борьба с дерматологическими заболеваниями, проще говоря, с проблемами кожи. Липосомальная форма цинка очищает кожу даже при тяжелых формах угревой болезни и кистозных акне. В этом случае нужно повысить потребление цинка примерно в два раза. Цинк стимулирует выработку коллагена, цинк разглаживает ранние и мелкие морщинки, повышает упругость кожи. Говоря о зрении, цинк способен остановить развитие одной из самых опасных глазных патологий, дегенерацию желтого пятна или макулодистрофию. Это заболевание может привести к полной потере зрения. Здесь на помощь придет именно цинк. Также он ускоряет усвоение витамина А, который является, ну, как вы знаете, эффективной профилактикой многих глазных проблем, в том числе блефорита и катаракты. Что касается сердечно-сосудистой системы, регулярное употребление цинка поможет очистить сосуды от холестерина и триглицериидов и стабилизировать систолическое давление, привести его в норму. Липосомальная форма цинка стимулирует мозговую активность, улучшает память, умственные способности и общее самочувствие. Что касается повышенного сахара в крови, цинк регулирует уровень сахара и участвует в секреции гормона инсулина. Он очень эффективен при контролировании, уменьшении повышенного уровня сахара у людей больных диабетом, либо у кого уже есть инсулинорезистентность. Ну и наконец, поддержание здоровья волос и ногтей. Волосы и ногти состоят из белка и минералов. В синтезе специфического белка принимает активное участие минерал цинк. Его дефицит приводит к тому, что волосы начинают сечься, утрачивают силу и блеск, а ногтевые пластины плохо расти, расслаиваются, покрываются белесыми, пятнами. Это, кстати, самый характерный признак, гарантированный на 100% дефицит цинка. Цинк для волос, запомните это, и для волос, и для ногтей является настоящий панацеей, который способен реанимировать даже самые безжизненные волосы и крошащиеся, слоящиеся ногти. Ну что ж, я уверен, по крайней мере надеюсь, что данное мое видео было очень вам полезно, вы узнали новые сведения о этом жизненно необходимом, одном из самых важных микроэлементе цинки, да? И я прошу вас, напишите об этом, чтобы я хоть имел какую-то обратную связь. Если вы узнали что-то новое, важное о свойствах, значениях цинка в организме, и, конечно, еще раз скажу, приобрести липосомальную форму цинка, цинк, который на 100% усвоится в полной, то есть в мере и объеме, более того, в этом препарате есть еще и натуральный витамин С, плюс сама форма донесения, скажем так, микрооболочки, очень полезные и нужные. Я хочу сделать один очень важный акцент. Данная липосомальная форма и целая линейка важных минералов и витаминов, которые будет все увеличиваться, и вы можете ее прослеживать на страничке нашего сайта про липосомальную линейку витаминов и минералов. Так вот, это не только мировой прорыв в науке и диетологии, в сфере ЗОЖ, это новинка-эксклюзив на рынке России, потому что впервые были объединены объединены липосомальные технологии и натуральные чистые растительные капсулы. Данные капсулы не содержат диоксида титана, консервантов, красителей, никакой сои, пальмового масла, желатина, ароматизаторов, ГМО и сахара. И напротив есть высокая точность дозирования, высокая биодоступность, высокая стабильность. И помните, что достигнув любой клетки нашего организма, фосфолипидная оболочка липосомы сливается с биологически дружественной клеточной мембраной клетки и передает активное вещество в кровоток. При этом происходит еще один очень важный положительный процесс. Фосфолипиды из липосом встраиваются в поврежденную свободными радикалами структуру клетки, восстанавливая ее защитные функции. Поэтому можно сказать смело и абсолютно справедливо, что это единственный вид биологического вещества и оболочки, который полезен на 100%, усваивается на 100% и несет только положительные свойства. Потому бесспорно это прорыв в технологиях, в медицине. И, конечно, это будущее доступно вам уже сейчас. И если вам будут интересны мои видео о других препаратах, ну, минералах, витаминах, из этой липосомальной серии, напишите, я сделаю об этом видео. Расскажу, во-первых, про свойства тех или иных веществ и про те добавки, которые могут вам дать их на 100% в безопасной, самой биологически доступной форме. Ну, а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте надгар.ру и те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгар.ру, посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на YouTube для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом, вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя, на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.